Привет, с вами Виконста. Сегодня мы погуляем по вечернему Донецку, а также я покажу вам парк Щербакова. Так, стоп. Как-то все банально и скучно. Давайте под зажигательную музыку сделаем небольшое интро и продолжим этот рассказ. Сейчас я нахожусь на мосту. Давно у нас не было пеших прогулок, а именно с парка. Это один из самых популярных парков в городе Донецке. Парк культуры и отдыха имени Щербакова – основной парк Донецка. Самое любимое место отдыха дончан по праву является визитной карточкой города. Парк находится в Ворошиловском районе на берегу Двух прудов. Основан в 1931 году. На данный момент мы находимся на мосту. Его длина составляет 330 метров, ширина – 6 метров. Сегодня у нас будний день, поэтому людей будет не сильно много, так как конец рабочего дня, все только едут домой. Ну а я вечерком вышел прогуляться, ну и для вас записать небольшой видеоролик. Я надеюсь, вы оцените мои старания, лайка, ну и, соответственно, комментарии. Этот парк прекрасно подходит для прогулок как для взрослых, так и с детьми. Поэтому очень много детей развлекаются на аттракционах. Вот вдали машинки ездят там, ну и некоторые другие аттракционы, которые я сегодня вам покажу. Здесь, в этом парке, также проходят некоторые концерты. Вот там вдали видно сцену. И приезжают разные артисты, ансамбли, выступают в самом городе. Ну и вот фонтанчик. Люди плавают. Только я смотрю, в наличии нет ни катеров, ни катамаранов, ни лодок. Ну, ближе туда будем подходить. Я вам покажу, как раз сколько стоит прокатиться на этих всех лодочных аппаратах. Пройдясь по мосту с воспоминаниями о прошлом, мы попадаем в центральную часть парка Щербакова, где высится статуя Добрый Ангел Мира. На высокой стеле пребывает золотая фигура ангела с устремленным в небо голубем мира. Это один из самых больших парков в Донецке. Площадь его составляет больше 200 гектаров. Также знаменитая Донецкая танцплощадка. Она была еще давным-давно построена. Здесь периодически проходят вечера, дискотеки. В основном люди преклонного возраста здесь танцуют. Ну, я видел также молодежь. Хочу записать вам простой, обыденный вечерний влог из Донецка. Передать вам саму атмосферу. Тишина, спокойствие, красота вокруг, все зеленое. Можно бесконечно долго описывать каждый квадратный метр этого места. Рассказывать о истории возникновения, значимой даты, реконструкции и прочее. Но большинство людей не запомнит эту информацию. Люди любят смотреть и слушать, что происходит прямо здесь и сейчас. Давайте отправимся ближе к аттракционам. Свернули мы в игровую зону. Здесь разные батуты, качели, зеркальный лабиринт, кривые зеркала. Ну и детвора развлекаются. Также вот там на резинках прыгают на батутах. Соответственно, ребенка подкидывает вверх и он подлетает. Тир. Цена игры 100 рублей. Это дартс. Мороженое. Попить можно купить. Шуточный выстрел. 50 рублей одна пушка. Не знаю, количество снарядов, которые там присутствуют. Но такая вот цена. Кстати, вот колесо обозрения. Его не демонтировали, но сняли все кабинки. Тут она вдали просто стоит. Также кинотеатр 7D. И виртуальный шлем. Хотел показать вам еще розы, но, к сожалению, розы уже все отсвели. А так, конечно, все пострижено, все ухожено. Карусель машинки. Ну, в принципе, как и в других парках. Есть вот кафе с одной стороны, там немножко сзади с другой. Меня многие спрашивают, как живут люди в Донецке? Чем занимаются? Покажи их жизнь. Живут, как и в других городах. Кто-то учится в садике, кто-то ходит в школу, на работу. У каждого свои проблемы. Все как и везде. Ничего необычного. Немного отступления. Мы уже на лодочной станции покупаем билет на катамаран. Влево руля. Прямо. Присели мы в катамаранчик. Простое устройство. Крути педаль и будет тебе счастье. Конечно, скрипит. Надо смазать. Надо с собой смазку носить. Ну и, короче, плывем вдаль. А вы давно плавали на таких плавсредствах? Это еще, наверное, на старой закалке. Также там он на лодочках. Вам тоже, как и мне, надоел этот скрип. Здесь я лучше поставлю музыку, и мы вместе покатаемся по водоему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И детвора! Ну что, как вам живется в Донецке? Уточки! Еды хватает вам? Это вообще малыши! Ладно, не будем пугать сильно. Влево руля! Так, ну что, лодку берем на абордаж. Прямо по курсу. Конечно, рычаг здесь нормальный. Двигаясь его вправо, он еще влево поворачивает. Что я вам хочу сказать по управлению. Он неуправляемый вообще. Этот катамаран. Вроде бы влево поворачиваешь, он думает секунд 10. Так, ну давайте проинспектируем мост, в каком он состоянии. То я вам скажу, даже занимаются ремонтом. Вот видите, свежие латки латали цементом. Ну и в принципе, все еще более-менее в целости и сохранности находится. Опоры. И вот вам вид из-под моста. Вы обычно ходите над мостом, по мосту. А мы сейчас под ним находимся. Я не знаю, только зачем вот такие вот перила еще сделаны. Может, кто в курсе, подскажет. Непонятно. Только с одной стороны вот эти вот. Слева наваренные. Ну что, давайте поплывем теперь в ту сторону. А, вот, кстати, кто-то едет. И второй пошел. Видели? Кстати, там если будешь проплывать, то могут и по башке дать. Так, уходим. Потому что, потому что там тоже люди. Красотища. Закат еще. Привет вам передали. Плывем в неизвестность. Хотя тут далеко не уплывешь. Я могу высадить тебя. Да, пойдет спешком по набережной. Кстати, ребята, вот смотрите, в чем суть рулежки на этом катамаране. Вроде бы рычаг стоит в нейтральном положении, но на самом деле вы крутитесь по кругу. Покажи рычаг. Покажи, рычаг. Вот, смотрите. Вот его вправо поворачиваешь, а мы на самом деле еще плывем прямо. То есть секунд 10-15 он пока расчухается, когда он только поворачивает. Точно так же, если в нейтралочку поставить, то все равно он неконтролируемый. Но это так задумано. Это такая фишка катамаранская. Поняли? Нет? Плывем. Вы мне еще лайк не поставили или поставили? А то я кручу-кручу педали, а поддержка от вас тут происходит. Ах, красотища. Смотри. А вы давно плавали вообще на катамаране? Или на лодке? У кого-то, может, своя лодка есть, кто тоже может прийти и поплавать здесь. Ну, либо свой катамаран. Было бы интересно накачать лодку на том берегу, жабкой надуть. Утречком в часиков 5 утра достать удочку бамбуковую, трехметровую. Подцепить леску 0,1 Клинскую. Кусочек хлебушка черного, а можно с белого. И закинуть, ловить карась. Любой червячка взять. Красного, небольшого, но живчика. И надупасить карпа. Кстати, карпа их здесь ловились. Он на той стороне, ближе к аквасфере. Мужики вот таких монстров воротили. Пацак бегали, искали по всему водоему. Чуть ли не на набережную бегали. Да-да. Ну, куда же без лирического завершения видео. И голос за кадром, который всегда напоминает о комментариях, лайках и инстаграме. До встречи в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok